Дорогие друзья, мы находимся в секретном месте. Саша, пожалуйста. Тихо, вы посмотрите на этих красоток. Ой, да, только что. Мы в секретном месте, мы обнаружили чемодан. Мы его открываем. Вот он открывается. И мы видим почетную грамоту. Мы открываем почетную грамоту. Открываем. И тут видим почетную грамоту. Грамота, авторские свидетельства, почетная грамота, почетная грамота. Авторские свидетельства, почетная грамота. Дорогой Иван Кеминч, кто такой, дорогой Иван Кеминч? Это его из фотографии. Оказывается, это художник. Бажор Иван Кеминч. Вот такой художник был, живописец, график. Вот его картины. Его картины. Мы находимся в секретном месте. Еще раз говорю. Да, и вот эту картину можно наблюдать прямо здесь. Да? Вот Наташа, она, в принципе, помнит его с детства, да? Ты помнишь его? Отлично помню, Саша. Да? Даже руки его помню. Потому что он долго сидел в нашем классе и оформлял стенды, а делал еще мозаику, которая висела долго у нас в рекреации. Замечательная мозаика, пейзаж русский с березкой, с ручейком. И это было так увлекательно смотреть за его работой. И я поэтому влюблена с тех пор и в его творчество, и в этого человека. Потому что это такой молчаливый человек, от которого просто свет исходил. Он так, когда он творил это, вот, мурашки, да. Понятно. И он еще школьные эти окна к Новому году раскрашивал. Да, так он раскрашивал школьную столовую. Смотри, чего тут есть. Он прятал. Ничего себе. Художник Бажора. И он прятал. Саша, это ты подложил. Нет. Это я не подложил. Ну, как я мог положить, вот, московский художник. Ты что? Это же ужас. Это порнагога. Девочки, как вы к этому относитесь? Не знаю. Ничего человеческого. Но он же художник. Это художник, да. Ну, кстати, они художные. Они эротические. Но это не будем забывать в советское время. Главное, я подложил. Это впервые вижу, я открыл. Как я мог подложить. Так вот, чего мы, собственно, хотим. В советское время это было редко. Поэтому, если это у него где-то появилось, он, конечно, это припрятал. Припрятал, да. Лишь такое можно. Ну, это вот каталоги, рисунок, графика. Вот его, кстати, каталоги. Вот эти три жизни. Вот фотографии, да. Вот фотографии, да. Вот фотографии, вот фотографии, вот работа. Вот это вот в этом. Да, дорогие друзья, но это не его работы, а вот это его работы. Вот это вот, да, улица, где он жил, это древняя, старая пятиэтажка. Так, и мы хотим что? Мы хотим посмотреть его портреты. Ой, не портреты, а где эти? Куда они делись? Нет, ну, подожди, а куда же они делись? Немножко ты раньше дошла, потому что я вот тут их как-то листал, не видела. Ну, ну, ну. Нет, ну главное-то где? Вот они, нашлись. Секретная папка нашлась. Здесь досье номер. Вот мы секретную папку раскладываем. Наташа, поверни, вот так вот. Вот. Я тоже ничего не вижу. Может там что-то тоже какая-то форнография? Ну да, почти. А, это дедушка, это он, да. Это вот дедушка. Ну, это газетка, которая, кстати, вовсе время, такая московская художница. Да, и вот эти вот гранки, видишь, вот как делалось это? Это делалось вот так, то есть, вот этот паркет, то есть, ну да, вот-вот, это вот он наутверждалось, да, вот он. Печать, подпись. Они шли на увеличение, то есть он делал больше, чем конверт, вот если сравнить, видишь. Ну, понятно, да, да. Конверт, там. Ставропольский край. Да. Зачкал, хочется ничего не вижу. Мар. Чего там? Чего написано? Мара. Не могу прочитать. Это Махачкала, что ли, что-то? Карман. Не могу прочитать тоже. Оля. У меня нужны очки. У тебя очки. Я тут без очков вижу. Караганда, международная телефонная станция Караганды. Литовская, сейчас. Литовская? Да, Литовская. Да. Мне интересно, тот конверт, который я тебе присылала, это его ли был или нет? Ну, вот его стиль похож. Суровый стиль был очень похож. Он фотограф заканчивал. А так как я только тогда на выставке побывала, мне прям сразу показалось, ну вот этот точно. Вот если он сейчас здесь попадет, все это будет чудо, конечно. Да, можно вложить, а 6 копеек цена конверта. Цена конверта 6 копеек. Сулинаград. Ну да, это стилистика такой, что журнальная акварельная графика такая. В общем, она, конечно, характерна для, в общем-то, конвертов и союз Министерства связи того времени, да? Это все делалось. Вот такой же. Ах, сейчас вообще слепое стало вообще ничего. Выставка работ московских художников-картоволок. Нет, ну тут, конечно, не попался. Который я. А это что? Ну, кто бы знал. Оля может прочесть, наверное. Сосной на берегу. На берегу чего? Тебе, может, через конверт лучше видно. Ну давай посмотрим, что-то. Подожди-ка. Хм, интересно. Ну, ясно. Все. Давай сложу. Да, сложи. А вот, видишь, вот эти штуки, вот он делал на пергаментной бумаге. Вот так вот, да? Как на увеличение шло. Вот эти вот нарисовал. Поднимите. И Марфа даже рисовал. Вот же. Ты хочешь, как-то тут нарисовал? Конечно. Хочешь нарисовать и подлинник. Ничего себе. Ну да, это же, что-то. Вон, это рисованный. Это непечатное. Вот с этого снимали в обсепном способе. Мне всегда казалось, что это вот такой рисуется, а потом он уменьшается. Нет, а он вот такой вот. А такой же тоже очень трудный. Это ж мелко. Ну, вот мелочь, да. Вот такая мелочь. Вот, кстати, вот это Псков, наверное, без лошки. Псков. Хорошо, все за снять. Так что там целая... Вот это как раз суровый стиль в журнальной графике. Вот как его дают. Ну, так что это было, очевидно. Вот это Самаркон, как я помню. Но там еще зависит от тиража. Ну, ладно, это мы все уберем. Спасибо. Спасибо, дорогие женщины. Женщины всегда. Всегда рады.